что мы знаем о свете ну он разноцветный то ли волна то ли поток частиц и распространяется быстрее всего вселенной со скоростью почти 300 тысяч метров в секунду из школьной оптики кто-то еще помнит что эта часть электромагнитного спектра которая обрабатывается нашими глазами а если копнуть чуть поглубже и расширить границы определения получится что это вообще все оптическое излучение с длинами волн от нескольких нанометров до десяток доли миллиметра таким образом к видимому свету мы плюсуем еще и ультрафиолет а также инфракрасное излучение искусственным светом мы пользуемся везде освещаем квартиры и улицы сцены и стадионы создаем различные датчики и индикаторы балуемся оптическими иллюзиями так откуда вообще взялся свет как и кто его исследовал к чему мы пришли за все это время взаимодействия с этой могущественной и загадочной силой в этой серии роликов мы решили рассказать вам о истории света и освещения садитесь поудобней мы начинаем а перед просмотром немного важной информации если вам необходимо качественно сценическое оборудование под ваш проект свет звук спецэффекты то обращайтесь к нам в энжи широкий ассортимент оборудования тщательный технический контроль дилерская поддержка и надежный сервис мы работаем чтобы у вас на объекте стояла только лучшее оборудование ссылки на наш сайт и соцсети в описании большинство теоретиков сходится в предположении что сначала не было вообще ничего было холодно и темно сплошная пустота и космическая депрессия примерно четыре с половиной миллиарда лет назад образовалась клубящийся облако частиц газов звездной пыли которая стала сжиматься по каноничной небулярной гипотезе придуманы кантом в 1755 году все это превратилось в очень горячее расплавленное ядро собственно солнце в результате всего этого термоядерно-водородного замеса наша звезда начала светиться атомная горнила перегоняет миллиона тонн водородов гелий-4 каждую секунду теряя на этом 4 2 миллиона тонн вещества они это уходит в излучение которое получает старушка земля примерно через 8 минут полета за 15 минут солнце выдает столько энергии которая все человечество потребляет за целый год цветовая температура солнечного света составляет около 6 с половиной тысяч кельвинов так сложилось что земле крупно повезло у нас был углерод вода и световая энергия которая заварились первичный органический бульон цвет стал одним из ключевых факторов появления жизни за счет появления озонового слоя который блокировал жесткий ультрафиолет жизнь постепенно перебралась из океана на сушу а дальше вы знаете первые автотрофы фотосинтез динозавры млекопитающие и наконец человек первые люди крайне мало знали о мире их представление ограничивалось ближайшей знакомой территории голубым небом над головой каким-то рельефом и водоемами на небе сменяли друг друга солнце большой чедрый божественный конструкт дарящий свет и тепло и луна со звездами холодная и загадочный порядок вещей изменился когда совершенно случайно homo erectus получил свое распоряжение огонь эдакий подарок с небес принесенный вероятно молнией которая подожгла кустарник или ветку счастливчик что сохранил огонь открыл для себя прелесть первого искусственного освещения теперь можно было не так уж сильно бояться ночных хищников и холода более-менее свободно ходить по ближайшей костру территории да просто хоть что-то видеть в темноте любопытство и желание все дальше уходить со знакомых мест в том числе и ночью привело человека к созданию переносных жаровин и ранних пакетов важность открытия огня невозможно переоценить в любой культуре вы найдете миф связанный с огнем известный греческий прометеей отважный юноша сужень из китайских преданий сибирская мать огня славянский огонь царь или грозный перрон поджигавший дерево в попытках убить нечисть и это только малая толика того что приходит на ум помимо всего прочего свет который давала пламя позволял древним людям создавать в своих пещерных обиталищах наскальные рисунки причем многие картины были обнаружены достаточно глубоко там где точно не могло быть никаких других источников освещения подобная живопись была обнаружена например в известной пещере ласко во франции именно там нашли примитивные каменные лампы наполнявшиеся животным или растительным жиром еще люди поняли что помимо огня в качестве источников света можно использовать биолюминесцентных существ например в японии и на вестыцких островах делали особые фонари клетки со светлячками с развитием земледелия и образованием первых оседлых цивилизаций со светом стало попроще хотя он все еще оставался роскошью древнем вавилоне и египте дворцы освещались лишь чахлым пламенем простых открытых масляных светильников топлива для древних ламп это отдельная история в каждом регионе естественно использовалась то которое было легко достать и который еще не употребили пищу среди земноморья масло оливы на востоке кунжутное или ореховое в северных прибрежных районах рыбий жир жечь питательные вещества позволяли себе в основном богатые слои населения а бедняки зачастую оставались один на один с ночной темнотой еще один важный шаг к современному представлению об освещении изобретение искусственного стекла природным обсидианом пользовались задолго до образования древних государств но по большей части для того чтобы мастерить ножи и наконечники стрел родины производства стекла вероятнее всего можно считать египет и месопотамию самые ранне известные мастера по изготовлению стекла работали еще трехтысячном году до нашей эры и делали бусины и другие мелочи полые стеклянные емкости появились не ранее 1500 года выдувать разные формы из стекла начали римляне около 50 года до нашей эры пока стекло в производстве светильников не получила такого распространения но его время еще придет а мы двигаемся дальше грекам с которых как известно все у всех и заверте около шести сотен лет до нашей эры в древней греции начали делать ранние керамические лампы гончарное мастерство тогда еще было на ранние стадии развития и светильники изготавливались вручную методом сложных логических вычислений минойские и афинские мастера догадались приделывать к глиняным изделиям ручки чтобы не обжигаться последствия лампы делались более технологичными способами методом формовки и с помощью гончарного круга так было и быстрее и менее трудозатратно конце концов греческие ремесленники пришли к тому что самый лучший вариант с глиняным или реже металлическим резервуаром для масла одним или несколькими фитилями протянутыми через отверстия в носиках и крышкой предотвращающий от проливания или возгорания еще крышка защищала топливо от крыс и мышей которые были не прочь хлебнуть маслица ну и ночные насекомые внутри не плавали конечно у греков не обошлось без красивого для мастеров светильники служили средством самовыражения на внешнюю их часть наносили прекрасные рисунки узоры и экспериментировали с формы сосудов масляные лампы были недорогими простыми в производстве практичными единственным их недостатком было отсутствие безопасности масло могло пролиться просочиться сквозь светильное отверстие и натечь на пол пожарная инспекция вряд ли одобрил бы такие дела на протяжении трех последующих столетий главным производителем и экспортером керамических светильников был афинский полис их изделия были крайне популярны тогда и даже сегодня кое-где встречается очень похожие по дизайну экземпляры теоретической части греки тоже не отставали если коротко то двумя основными концептами у них были теория вхождения окружающие объекты испускают частицы улавливаемые глазом теория испускания зрительные лучи бьют из глаз собирая информацию об объектах известный всем нам пифагор самоски первым выдал теорию что свет это постоянный поток частиц которые излучают все предметы по его мнению эти частицы прилетают человеческий глаз таким образом передавая информацию об окружающем мире а платон вообще поставил свет в центре своей эстетики и философского учения он считал что не только предметы но прежде всего сам глаз испускает световые лучи пересекаясь эти потоки порождают цветное восприятие таким образом свет не столько обнаруживает цвет сколько творит его вообще в оптике от греческого опсис зрения пытались разобраться все видные греческие мыслители и аристоте и евклид и герон александрийский и птолемей некоторые элементы их учений потом очень пригодятся ученым средневековье и новом времени древние римляне особо не заморачивались авторскими правами поэтому многое действительно многое подчеркнули у греков как и для всех ранних цивилизаций для них освещение началось с религиозных ритуалов весталки девственные жрицы богини домашнего очага поддерживали священный огонь послуживший прообразом вечного огня том числе и в наши времена с ростом римского государства росла и инфраструктура городов освещение требовалось во дворцах на гладиаторских аренах термах и за основу были взяты греческие жаровни масляные лампы а также простые факелы кроме того большое внимание своей архитектуре римляне уделяли естественному свету например автор известнейшего труда 10 книг об архитектуре марк витрубий включил туда целую главу об использовании в зданиях природного освещения в завершении этого выпуска пара слов о раннем театре уж то что а театральные представления связаны с освещением супер тесными узами потребность человека рассказывать историю воплотилась сначала в пересказах различных событий и устном творчестве потом из этого выросли обряды и ритуалы а уж дальше более сложное представление предполагается что первые театральные пьесы сценарии для торжественных коронаций богослужений похорон начали придумывать египтяне более 5000 лет назад началом рассвета театра в западной истории и первой великой эпохой этого вида искусства по праву считается все та же древняя греция именно там постановки впервые переехали из религиозных мест в отдельные постройки это были уже не жреческие вещания а специально написанные трагедии и комедии которые исполняли актеры греки строили театры под открытым небом на склонах а для освещения использовали обычный дневной свет фонари же показывали зрителям что действие происходит ночью сначала театры были деревянными а с 3 века до нашей эры возводились уже из камня римские театры были похожи на греческие но имели свои особенности они строились на ровной местности они холме и имели вокруг огромную стену зачастую прекрасно украшенную первый каменный театр в риме был построен пампеем пятьдесят пятом году до нашей эры после этого были возведены и другие подобные сооружения все больше и внушительнее классические примеры театр марцелла на марсовом поле и театр в турецком аспендесе представление освещались естественным светом а фахелы и лампы по примеру греков служили обозначением темного времени суток пьесы же предпочитали просто читать они играть для живого действия у римлян были припасены гладиаторы и дикие животные кроме того римские умельцы старались над доработками имеющегося они придумали лампы с автоматическим доливом масла удобные переносные светильники из рогов домашнего скота и многое другое что-то я уже много наговорил на этом завершаем наш первый ролик об истории освещения дальше в наших выпусках вас ждут темные средние века изобретение свечей камера обскура и многое другое это был лёха подписывайтесь не забывайте прожать палец вверх и оставайтесь с нами